И всем привет, мы продолжаем играть в Салли Крам Салли. На самом деле это видео должно было выйти раньше, но из-за того, что у меня слетели, можно сказать, сохранениями, пришлось заново проходить второй эпизод. Точнее не второй эпизод, ну да, второй эпизод скорее. Пришлось заново пройти, поэтому я сейчас подумал отложить пока на пару деньков, так вот. Вот и продолжаем пока что. Хорошо, Салли. Остановились мы на этой бабке, которая здесь сидела вроде как. Так что продолжаем отсюда. Вы давно здесь живете? Очень давно. Хоть и сложно сказать насколько, мой старый разум едва способен удержать вчерашние воспоминания. Не говоря уже о далеком прошлом, боюсь мои дни сочтены. Скоро я обращусь к прахам, и сознание сольется с великим и таинственным ничем. С пустотой, которую наши крошечные мозги не способны постигнуть, а я, поверь, пыталась. О да, могущественное, ужасающее пустынное небытие. Ой, проси, крошка, я опять сболталась. Так чем ты спрашивала? Опять же. Бабка думает, что мы девочка, хотя неудивительно, с косичками такими. Все старики и старушки так говорят, когда видят молодежь нынешнюю. Ничего страшного, мисс Розенберг. Я спрашивал, как давно вы живете в апартаментах Эдисона? Знаешь, я ведь помню, как Эдисоны приехали сюда из-за морей, чтобы построить это здание. На самом деле эта земля принадлежала моей семье, но я единственное осталось в живых и решил продать ее Эдисонам. Я подумал, что было бы неплохо иметь снова компанию. Кого-то с кем можно разделить муки жизни. Я была молодая, отчаянно желала начать все сначала. Какой же я был глупый. Вы жалете, что продали землю? Такие долгие жизни, как моя, всегда полны, к сожалению, лапушка. Хоть в итоге это все и теряет значение. Про Эдисонов. Из-за морей приехали. Что стало со остальной вашей семьей? Они живут где-то в городе? И больше нет. Больше нет? Время всех нас забирает Салли. Бедный малыш Теранс, последний в своем роду. Ой, то есть он уже не малыш, но я вижу его именно таким. Теранс это... Это Эдисон, который здесь заправляет всем. Тем мальчуганом с огоньком в глазах и сердцем полным мечтаний. Посмотрел на него теперь, а он никогда не выходит в свои треклятые комнаты. Ну, окей, про него. Да, почему-то он там все время забирается. По-моему, у него немного поехала кукушка после того, как умерла его семья. Мальчик ходил такой взвинченный, собственно, тени боялся. Тени? Много теней здесь уже видел. Теранс боготворил своего отца и оставил собственную мечту открыть чайную, чтобы управлять его апартаментами. Просто мечту. Медленно, но верно, он переначал прятаться в своей безопасности своей комнаты, пока совсем не перестал из нее выходить. Да, хоть теранс Эдисона представляет из двери жизнерадостный, но на самом деле он невероятно робкий. Ну, неудивительно. Обычно, если бы он не был робким, он не заперся бы за своей дверью, очевидно. Хотя, он говорил нам, что какие-то собрания проводит, поэтому... Как он еще и проводит? Он выходит из своей комнаты, если он... Он не боится, что ли? Или он проводит собрания на первом этаже и просто выглядывает в свое окошко. Побитый жизнью полной неудач. Но разве мы не все такие, лапушка? Да, думаю, все. Да, просто посмотри на мою маску и спроси еще раз про мою жизнь. Мы когда-нибудь видели в здании призраков? Призраков? Зачем ты думаешь о таких вещах, как призраки? Салли, ты такая милая девочка. Ты напоминаешь меня саму? Очень милая. Из совсем другого времени. Сделай старый Роуз одолжение. Наслаждайся жизнью, пока можешь, не позволяя баянию смерти и ее многочисленным секретом поглотить тебя. Знаю, это соблазнительно и затягивает. Можно сказать, что все мы призраки, ждущие возможности перейти из этого места в друг. Следующее. Бытие и небытие разделяет невероятная тонкая пленка. Вау, философская бабка. Наши кости столь хрупкие, а оболочки деликатные, что любой неверный шаг может оставить нас мгновенно кануть в вечность. До свидания. Было приятно пообщаться с вами, старушенцы. Мне кажется, не стоит молодежь загружать такими тяжелыми речами. Где музыка? Окей, музыка включена вроде бы. Что-то тихо здесь на первом этаже. Здесь ничего не сломалось у меня. Думаю, миссис Гибсон меня прихлопнет, когда если я снова беспокою ее. Вот такая миссис Гибсон. Мы с ней встречались вообще. Окей, Эдисон, заглянем. Мне говорили, что на пятом этаже что-то интересное будет в ванной. Или где там вообще, в какой-то квартире, не помню точно. Так что посмотрим. Отойдем сегодня до пятого этажа. Вечер добрый, Сарли Карамсали. Так приятно тебя видеть. Надеюсь, дела у тебя идут хорошо. Здрасте, мистер Эдисон. У меня все хорошо, как поживаете? Мне все прекрасно, спасибо. Итак, что я могу делать для вас, молодой человек? Откуда взялись камеры? Кстати, да, я не обращал внимания на камеры, точно. И правда появились. Разве вы с Татом не получили приглашение на ежемесячную встречу? Там обсуждаются все вопросы. Ой, точно, мне кажется, все меня не забыли. Ничего страшного. Хотя я все же рекомендую вам присоединить в следующий раз. А, я же спрашивал у нее, правильно? Я помню. Что я с ним говорил вроде как. От этого я знаю. С этого разговора я знаю, что они собрания какие-то проводят. Окей. Тогда это все нормально, я помню. И мы у него прошли прямо к Розенберг. Вы здесь призраков не видели? Ох, Просвятые небеса, пожалуйста, мне только не говори, что в здании водятся призраки. Окей. Окей. Мы с ним уже говорили, поэтому. До свидания. Сто четыре. Видишь, никто не живет здесь. К сожалению. На улице мы тоже выйти не можем. Через главный вход. Окей. Пойдем тогда наверх. Потихоньку. Пойдем наверх. Квартира Тодда. Боже, это тут сверлит, пилит. Интересно, что он там делает вообще. Мы когда-нибудь увидим его, чем он занимается? Или так просто. Постоянные звуки. Квартира Тодда. Не хочу его сейчас беспокоить. Обычно он по выходным репетиторствует. Репетитор у нас какой-то живет. Я не знаю, кто здесь вообще живет, потому что нас просто перекинули через пару месяцев в будущее. С самого начала, с первого эпизода. Поэтому кто-то заселился здесь. Старая квартира Чарли. Окей, почему там музыки нет? Не знаю. Странно так и должно быть. Не знаю. Мне кажется, не должно быть так. Правильно? Может, этот запах до сих пор не выстрелся? Я туда не пойду. Что это запах? Какой запах? Ну, какой-то запах был. Или что-то не помню. Окей, странно. Долгая загрузка была. 203. Люди, которые здесь жили раньше, съехали после того, что произошло с Чарлием. Очень жаль. Очень жаль. Минус соседи. Идем на третий этаж. Квартира Дэвида. Студенты колледжа. Чем они там занимаются? Они сейчас заняты. Наверное, им не стоит не беспокоить. Сколько их там штук? Сколько штук там студентов? Квартира Дэвида. А почему просто все персонажи так выглядят в этой игре? Какими-то больными? Всегда. Боже. Всему есть, конечно, предел. У него даже голова какая-то непропорциональная. Не овальная. Какие-то у него уголки. О, привет, Свал, как поживаешь? Привет, Дэвид. Не видел призраков поблизости? Конечно, призраки моего прошлого никак не дадут мне выспаться. Я как переехал сюда, так почти не сплю. Заметно. В твоем глазах все видно. Как ты считаешь призраков, ну, прошлых жильцов? Слушай, Салзиаза, ты с наркотой. Поверь, без нее будет лучше. Непостряемых ошибок. Да, я так и думал. Я догадывался. В чем твоя проблема? Приятель. Где твои штаны? Где его штаны? Где его... Где все остальное? Штаны, это самое последнее, что ему надо. А, для них до сих пор стирки. Сара, вроде как бы, должна была их притащить, значит, как-то не срослось, понимаешь? Потерялись во времени. Сара. Что-то такая Сара. Квартира Пыха. Пых внизу, его родители работают по выходным. Окей. Постучать. Нет никого дома. Кто здесь живет? Непонятно. Наверное, никто. Мало кто захочет здесь жить, на самом деле. Блин, точно музыка выключена? Я... Я... Мне какая-то этот... Паранойя. Точнее, музыка... Да, выключена игрой самой. Квартира Роберта. Его, наверное, нет дома. Тут такой Роберт. Квартира Сала. Давайте идем к себе домой. Что это за звуки? Что это за звуки? Котяра смотрит телевизор. Классика. Что там смотришь, дружок? Мяу. Миска стоит. Это ведь нормально, что вот... Все ведь люди ставят миски свои для животных на кухне, правильно? Нет же другого подходящего места. Я просто подумал, типа, может, кто-то другое место ставит. И горшок тоже в ванной. Мис... Лоток его. Это как-то нормально, правильно? Туалет... Туалет... Туалет в туалете и... Еда на кухне, правильно? Мало ли. На самом деле, у меня не... Ладно. Не буду говорить про своего кота. И почему я слышу отсюда даже звук? Че там... Он так громко включил его. Туалет телевизор оставил коту смотреть. В чем проблема? Комната отца. Бать, ты программишься, что ли, какой-то? Можно мне посидеть за компом? Привет, пап. Я не могу сейчас разговаривать, Сал. У меня с руки горят. Смотрите, у меня даже какие-то таблетки лежат внизу. Мм. Я так и думал, что на каких-то таблетках сидит, если честно. На его глаза только посмотрите. Голубые волосы. Вау, от природы такие волосы. Интересно. Какой шанс на такие волосы? Есть ли? Бывает ли такое вообще? Наверное, нет. О, музыка появилась. Окей. Окей, музыка должна была быть. Потому что это как-то слишком странно было, что музыка не играла. Все это время. Окей. Остается последнее. Нет, последнее еще. Не последнее еще. Четыре за третье. Кажется, здесь никто не живет. Возможно, съехали после того, что произошло по соседству. Почему мы не съехали отсюда? А когда-нибудь мы зайдем сюда обратно. Когда-нибудь. Финальный этаж. Финальный этаж. Последний. Загадочный. Даже музыка другая. У-у-у. Страшно. Заперто. 502. У-у-у. Темно. Кто-то вырвался из клетки. В крови весь. Больше ничего здесь нет. Жаль. Жаль. Как еще никто и убрал мне здесь ничего? Как это может быть? Почему хозяин не убирает свои апартаменты? Поэтому кто-то здесь не живет. 504. Нужно позвать сюда Ларри, чтобы он мог познакомиться с Меган. Тогда он точно поверит, что в апартаментах Эдисона и водятся призраки. Вот такая Меган. Ларри, слышишь меня? Это призрак какой-то? А, что такое? Можешь подняться на 504? А, мама только что выпила свое лекарство. Так что еще не скоро проснется. Я вот сейчас подойду. Не, ну, Ларри явно будет здесь успокоеннее как-то. А то эта музыка прям давит на меня. Что-то хотел не показать. Пошли я на ванную. А, та самая ванная. Ага. Просто иди за мной. Почек, а что тут? Тут бомж спал, правильно? Загадочный бомж. Спальня. Наглухо заколочена досками. Бедный бомж. Его съел призрак какой-то. Это Меган его съела. Да, комната на пятом этаже, видали, деньки получше. До чего? Просто подожди минутку. Меган, ты здесь? Эй. Я хочу познакомить вас с своим другом Ларри. Где же ты, Меган? Выходи. Чувак, мне кажется, тут никого нет. Поидится, наверное. Она довольно стеснительная. Хотя уж давно не могут ее заставить показаться. Надеюсь, она в порядке. Почему, блин, пока мы не играли, Салли успела подружиться с каким-то призраком? Ау. Я посмотрел на их первую встречу. Получается, ты приходишь в эту заплесневенную ванну, Чтобы поболтать с мертвой девчонкой? Часто так делаешь? Я уже говорил, что мы с ней несколько раз болтали, Но она давненько не появлялась. Ларри не сумасшедшая, я тебе докажу. Эйчел, я не говорил, что ты сумасшедший, Но, как ни странно, я тебе верю. Ты мой лучший друг. Если ты поможешь найти отца, то я за... Отца его, правильно. Мы все еще ищем его отца. Я правда думал, что мы сегодня сможем с ней пообщаться. Билло такое чувство. Чувак, знаешь, кем тебе нужно поговорить? С тотом. С тотом. Который репетитор вроде бы. Он у меня и всех, кого я знаю, Еще тоже придет... Его еще тоже придет вся эта сверхъестественная хрень. Уверен, как-нибудь да поможет. Тот? Серьезно? Да, никогда бы не подумал, что он такой верит. Всегда... Он всегда казался мне таким... Нормальным? Нормальным в этом помещ... В этом здании? Я не знаю. Насколько он нормальный? Надо лично мне его оценить. Рассудительным? Ага, как-то так. Что ж, ладно, пойду поговорю с ним, Посмотрю, что получится узнать. Хорошо, я вернусь домой, Посмотрю, как там мама. Да, и значит, что-нибудь раскопаешь. Обязательно. Раскопаю. Ага, лучше нам труп не раскапывать. По крайней мере. Реально, почему никто не убирается здесь? Ужас. Если бы знал, что такое вообще бывает, В этом здании точно никогда не заселился сюда. Хм. Я говорю, я запустил игру, попробую, не знаю, может, поможет. Окей, это так должно быть на разных языках, что-то? Все нормально с игрой. Окей. Просто на разных языках какие-то эти вывески. Я уже испугался, что у меня что-то с игрой. Ну, или нет? Окей, ладно, я пойду отсюда, пожалуй. Что-то здесь странное происходит на этом этаже. На ком этаже был тот? Тот, тот, тот. Правда, какие-то призраки какие-то вводятся здесь, студенты колледжа. Он, вроде, с этой стороны был, наверное, на каком-то другом этаже. На втором, может быть. Пойдем, проведаем Тодда. Тук-тук-тук. Привет, Салли Крамсали. О, вау. Девка какая-то новая. Прости, что не сразу ответил. С Эшли занятия заканчивали. Выясни знакомую. Привет, я Эш. Окей. Это должно быть страшно? Или, типа, это должно было показать, что она красивая? Я не уверен. Потому что такое приближение на всех персонажей выглядит довольно жутким иногда. Это должно быть Салли Крамсали. Я столько тебя слышала. Я... Обо мне? Серьезно? О, вау. Аккуратнее, Салли. Женщины опасные. Опасные... Существа. Ага, только хорошие, клянусь. Радостно, наконец, удалось познакомиться. И мне... А, я... То есть, в смысле, я тоже рад с тобой познакомиться. Эх, я бы с удовольствием... Осталось поболтать, но мне нужно бежать. Спасибо за помощь, что... Да можно мне с ней? Можно мне с ней уйти? Я лучше... Я лучше откажусь от... От поисков призраков. Исправляем. На следующей неделе можем еще поработать над твоей алгеброй. Договорились. Увидимся, ребят. Надеюсь, мы с тобой еще... Скоро... Скоро еще разок пересечемся с Салли Крамсально. Я тоже надеюсь. Поскорее бы. Да, было бы круто. Хороших выходных... Выходных, мальчики. И тебе не хворать. И тебе. Все в порядке, Салл? Такой нервный. А, да-да, я в порядке. У меня все прекрасно. Цветы... Расцвели у него. Ну ладно, что тебя всегда привело? Эш кажется классной. Она тоже в девятом классе. Расскажи про нее. Ее полное имя Эшли Кэмпбелл. Как и мы в девятом классе. И он в девятом классе? Серьезно? Я думаю, что... Он репетитор. В смысле, он какой-то взрослый. На самом деле, даже внешний вид, мне кажется, это... По внешнему виду не скажут, что он в девятом классе. Серьезно? Окей. Аларе тоже получается в девятом классе. Я думаю, что это какая-то мужика. Точнее, взрослый. Она очень хороший человек. Ладно. Эстердон дается математика, поэтому я подтягиваю последние пару недель. Она иногда помогает мне с заданиями по рисованию. Кажется, она хороший друг. Да, наверное. Ты же не про Эшли сюда пришел поговорить. Так что выкладывай. А, точно. Я вижу умерших. Это про миссис Сандерсон, что ли? Нет, это кое-что другое. Все здание буквально кишет призраками. Я пытаюсь узнать о них как можно больше. Понятно. Понятно тебе? Это вся твоя реакция. Понятно. Мне нужна твоя помощь. Помоги нам. Спасибо, что поделился со мной. Думаю, мог бы помочь тебе следованием всей этой паранормальщины. Знаешь, у меня есть подозрение, что в моей ванной живет привидение. Почему все призраки в этой игре живут в ванной внезапно? Как так получилось? Правда? Да, довольно странно. Совпадение, что и твоя Омега на мое провидение живут в ванных комнатах. Таинственные ванные призраки. Возможно, трубы служат им своего рода проводником. Ну, это лишь моя гипотеза. У тебя приставка с собой? Ага. Класс. С днем проверим ванную. Как ты обычно зовешь Меган? Приставка всегда загорается, когда она рядом. Не всегда. Обычно я просто начинаю с ней разговаривать. Иногда она выходит ко мне, иногда нет. Ладно, попробуй проделать то же самое, чтобы дух пришел на наш зов. Эй, здесь кто-нибудь есть? Мы не хотим тебя навредить. Мы твои друзья. Мы тоже призраки. Есть кто-то? Ничего не происходит. Да, приставка не загорается. У меня есть смысл. Я могу улучшить твою приставку, чтобы она сильнее реагировала на места с паранормальной активностью. Ау. Окей, то есть наша приставка реально просто как этот, как у охотников за привидениями. Обнаруживают призраков. Звучит здорово. Для этого мне потребуются две вещи. Во-первых, что-то, чтобы усилить прием сигнала. Во-вторых, что-то для повышения электрической мощности. Например, антенный аккумулятор. Точность, что я буду в своей комнате. Антенный аккумулятор. Где я это найду? Антенный аккумулятор. Может, у него кальян даже, смотри, какой есть. Нормально здесь живет, и правда. Ну окей, по сравнению с остальными, он, наверное, самый нормальный. Я все-таки соглашусь. Ну вот эта фотка, конечно, меня смущает посередине. Большая самая. Уйти. Комната родителей Тодда. Родители Тодда внутри, не хочу их беспокоить. Комната Тодда. Боб. Мне нравится твоя рыбка. Это Боб, он классный. Родители говорят, что мне нужно чуть больше природы в жизни, чтобы сохранять баланс со всей этой техникой. Тоже какой-то программист. Поговорить. Сгодитель передатчика. А я могу прям так ему давать предмет? Окей. Ключ-карта. Рация. Шкатулка с секретом. Рация. Для передатчика. Ну, говорил, антенна и аккумулятор. Антенна. Нет. Ключ-карта. Хоть у карты есть магнитная полоса, но, боюсь, она нам не подойдет. Шкатулка с секретом. Интересная коробочка. Нам понадобится что-то более длинное и узкое. Окей. Питание. Искочник питания. Ключ-карта. Рация. Да, аккумулятор твоей рации. То, что надо. Хорошо соображаешь. Салли-кармсалли. Окей. Осталось найти, получается. Блин, мы не можем связаться с Ларей больше. Блин. А что, если с ним беда как случится? Что же нам делать тогда? Где-нибудь я видел антенну? Окей. Ну, по логике, наверное, какие-то такие принадлежности должны быть внизу. Для всяких... Для всяких... Как это сказать-то? Починок и прочего. В общем, может, лишняя антенна заваляется. Нет, стальной машины. Блин, тут никак отечество забрать не может. Может... Коробка находок. Не похоже, что мне нужно что-то отсюда. Ау, окей. Может, у Ларри спросить, где что-нибудь? Попытка не пытка. У меня какая-то фигня. Я не знаю, что у меня с игрой произошло. Я в прошлый раз нормально записывал. Сейчас у меня бесконечные загрузки какие-то, которые не должны были быть. Раньше все нормально было. Не знаю. Посмотреть надо после записи. В чем же проблема? Где этот Ларри-то? В каком-то Ларри. Привет, Лиза, тебе сегодня хоть немного лучше. Привет, Иксал. Сегодня, кажется, самый пик, когда это период пройдет, буду как огурчик. Что очень хорошо, так как работа накопилась куча. Держится к ней вернуться. Держится одно и то же место. Мыть снова и снова. Ну, пока не напрягайся особо и отдыхай побольше. Не переживай за меня сало. Я уже хорошенько отдохнула. Ларри помогает как может. Все будет хорошо. Надеемся, что с тобой ничего плохого не будет и зайдет. А то у меня подозрения есть некоторые. Внезапно она заболела чем-то. Вот эта антенна. Смотрите, она даже... Не показалось ли она загорается? Тьфу не... Начинает как-то выделить... А, вот она. Издалека, издалека почему только. Ладно, странно. Короче, это она твоя мама в порядке. Да, с ней все будет хорошо. На нее всегда так влияет смена сезона. Просто сильно простуды, она придет от себя. Окей. Как скажешь, приятель. Асталовись социальную. I'll be back. Слушай, ты не против, если я отложу антенну твоего сканера? Думаю, не против. Смотрите, магнитофон есть. Вот я записал ту новую песню смысловой фальсификации. Конечно, братан, хочешь заценить? Хочу ли заценить, а? Ладно, так уж и давайте. Один разок. Е-е-е-е, рок. Окей, все, хватит с меня. Хватит, до свидания. Удачи тебе. Ларик. Вот он говорил, маму не беспокоить, но, блин. В итоге он сам ее беспокоит больше всех. Кинем кто-то, получается, обратно. Отдадим ему наши приборчики. Нашу антенну. Видим, потом отправимся к призраку этому. Призраку Меган. Варня, серьезно. Какая-то фигня происходит. Такого раньше не было. Вот, держи мою антенну. Да, отлично подойдет. С помощью найденных тобой частей собственного оборудования смогу модифицировать твою приставку, как и говорил ранее. Дай минуту, чтобы все сделать. Минута. Итак, он готов. Узри, супер-гир-бой. О, окей. Хм, круто. Не переживай, ты все еще можешь на ней играть. Она находится в режиме охота на призраков, и только-то я ставлю этот странный картридж. О, круто. Я уже начал переживать. Правильно. Как же мы без нашей игры? Как же мы без нашей приставки? Но, к сожалению, мне понадобилось лишнее пара зачастей с твоей рации, чтобы собрать ее назад не вышло. Надеюсь, ничего страшного. Ларик, конечно, особо обрадуется, но ничего, это ради благового дела. Чудный. Так, для достижения нашего наилучшего результата на тебе нужно будет полностью вытащить антенну. Для этого нажми кнопку УЗ. Экран загорится, и поблизости поблизости будут сфиксированы паранормальные частоты. Покал мигает, нажми на кнопку R. О, боже. Какая-то кнопка на геймпаде, я не знаю. Чтобы пустить мощный электрический импульс. Своей мою теорию вернат, такого потока электричества будет достаточно для того, чтобы подпитать близлежащие явления. И, возможно, даже и другие сверхъестественные элементы. Вау. Чего так сложно? Думаю, суть я уловил, что мне питать надо будет еще. Предлагаю нам пробовать ее в моей ванной. Хорошая мысль. Давай посмотрим эту ванну. Как будешь готов, нажми на У, чтобы активировать Super Gear Boy. Ну, давайте. С Богом. Окей, R что за? R. R это что? О, боже. Окей, я понял, что за R. И что это было? Может, я... О! Сработало? Черт возьми. Привет, что это такое? Приза Грэга. Я даже подумать не мог, что он их убьет. Ведь это... Все это моя вина? Кого? Стейси и ее дочь. Боже, да как я могу влюбиться в замужнюю женщину? Следовать за у своего сердца не грех. Это романтика, как и я был. Милостого и смысл, но я понимаю, что он не стал этого делать. Мы хотим помочь вам. Почему вы не покинули это место? мы к не можем уйти что мы эти виду вы не можете поспаку покоится с миром что держит вас здесь деле демон с красными глазами можете рассказать нам что они мне кажется его проблема по серьезней чем призраки прямо сейчас видишь ему занят нет 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 что что происходит он тут кто красноглазный человек доктор убил стейси и дочь нужно идти простите почему пердит обязательно в конце ты был вполне настоящий разумный разумное привидение никогда раньше такого не видел в порядке дальше нормальную просто одно дело читать о паранормальных явлениях строить определенные гипотезы а другой видеть их наяву и понимаю чем-то и так то просто все это переварить что же у нас много работы думаю на сегодня впечатления достаточно и останусь это пройдут кое-какие расследования хочу почитать историю апартаментов эдисона может найду что-нибудь в прошлых жителях возможных убийствах было бы здорово я пока поищу места с и по повышенной паранормальной активностью отлично а кстати я заметил что твой игровой картридж как-то подозрительно подозрительно трещит возможно тебе стоит его проверить так скажешь я бы не знаю жаль что я шли не здесь живет можно было бы с ней потусить окей интересно был первый опыт в поимке точнее поиски привидений скорее и на этом пожалуй мы остановимся и проложим следующий раз и спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал оставляешь оставляйте ваши комментарии ставить лайк если вам понравилось видео спать группу контакте не забывайте вставить колокольчик чтобы не пропускать нового видео и всем встречи и пока